Добрый вечер! Телекомпания Город, программа подробностей. Сегодня в гостях у нас самый умный человек России, а возможно и всего мира, Анатолий Александрович Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Кстати, вот об этом титуле. Почему вас называют самым умным человеком? Ну, начну с анекдота, очень популярного среди участников интеллектуальных игр. Над входом в павильон прилета главного израильского аэропорта Бен-Гурион висит плакат «Имей в виду, тут все такие умные». Так вот, именно постоянное участие в интеллектуальных играх отучается считать себя самым умным. Но тем не менее, именно о вас говорят, как о самом умном человеке. Очень повезло. В том смысле, что я участвовал в передачах «Своя игра» в один из тех очень редких моментов, когда по правилам этой передачи можно было находиться на экране неограниченно долго. Пока побеждаешь, тебя показывают. И в этот момент одержать очень длинную серию побед. Ну и меня заметили просто потому, что я маячил на экране непрерывно. Как сказал Владимир Владимирович Познер, если ежедневно в прайм-тайм показывать лошадиную задницу, через месяц ее будут узнавать на улице. Так вот, ну я, конечно, считаю себя все-таки несколько умней того примера, о котором говорил Владимир Владимирович. Но все же, именно мой опыт интеллектуальных игр не дает оснований считать себя самым умным. Вчера в Рязани вы читали лекцию. Люди задавали вам вопросы, ну, совершенно из разных сфер. Это была и литература, и экономика, и политика, конечно же. И даже были вопросы по теплотехнике. Вот скажите, пожалуйста, а что вас интересует сейчас больше всего? Ну, в принципе, в последние 20 лет, ну, я работаю в Москве с 6 сентября 1995 года, и все это время я публицист и политический консультант. Иногда на первый план выдвигаются консультации, иногда, вот как в последние года 4 публицистика. Естественно, и то, и другое крутится вокруг экономики, и, как учил Владимир Ильич Ульянов, концентрированного выражения экономики, то есть политики. Конкретно основные темы, которым я так или иначе возвращаюсь уже много лет, это причины и способы скорейшей ликвидации отделения Украины от остальной России и украинцев от остальных русских. То есть вы уделяете этому вопросу отдельно, отдельно тематически? Да, более того, есть у меня даже довольно большой сборник статей «Украина и остальная Россия». И вторая тема, которой я усиленно занимаюсь в последние 4 с половиной года, это особенности предстоящего нового социализма и пути перехода к нему. В своей программе на РЕН-ТВ открытым текстом вы часто говорите о мировой политике. В принципе, об этом-то и программа, да? И особенно часто вы говорите об Америке. В чем провинились американцы, вот судя по вашей риторике? Ну, не то, что провинились. Просто та мировая политическая и экономическая система, что существует сейчас, сформировалась в значительной мере в интересах Соединенных Государств Америки. И сейчас выгода, которую извлекают из него некоторые другие страны, во-первых, несоразмерно мала по сравнению с выгодой, извлекаемой Соединенными Государствами, а во-вторых, это извлечение выгоды сопровождается уже непропорционально большими потерями других государств. Было время, когда американцы воровали с прибылей. Теперь этот порядок вынуждает их воровать с убытком. В принципе, сейчас уже возможно построение других вариантов мирового разделения труда, которые, хотя и несколько сократят доходы американцев, но очень существенно поднимут доходы мира в целом. Но для того, чтобы перейти к таким вариантам, американцам придется на какое-то время пожертвовать своими доходами, причем пожертвовать довольно ощутимо. Скажите, какие последствия в мире, и для России в том числе, ждут и будут после событий, произошедших недавно в Париже? И вы как-то вот этот момент комментируете? Насколько я понимаю, нынешние события во Франции обернутся, во-первых, тем, что в большей части Европы будет, наконец, введена система фильтрации беженцев, отработанная в мировых войнах и во множестве других катаклизмах. А речь идет о концлагерях? Не совсем. О лагерях интернирования. Это несколько разные вещи. В таких лагерях люди находятся на полноценном снабжении. Но, тем не менее, они изолированы. Да, они изолируются на время проверки. Методы такой проверки тоже достаточно хорошо отработаны во всем мире. Это практиковалось еще в Первую мировую войну, а во Вторую мировую доведено до очень эффективного уровня. Ну а сейчас, с нынешними-то информационными возможностями, если простые блогеры сумели выявить в потоке этих самых беженцев несколько сот боевиков из разных террористических структур, то, несомненно, серьезные службы безопасности, обладающие развитыми базами данных и возможностей обмениваться друг с другом, проведут такую фильтрацию без труда. Кроме того, я думаю, что сейчас, несмотря на крики вроде заявлений киевских террористов, что во всем виноват Путин, именно он воспитывает террористов по всему миру, несмотря на это, будет, по-видимому, теперь пользоваться значительно большей поддержкой уже не только рядовых граждан западных стран, но и политиков. У вас, я знаю, украинский паспорт. Почему вы не хотите получить российское гражданство или обменять этот паспорт? Ну, поскольку я выступал против независимости Украины с того самого момента, как о ней впервые заговорили, и с тех пор не случилось ничего, что... Вы говорите о 90-х годах, я их понимаю, да? Да, я говорю еще про 90-й год, и с тех пор, по сей день, не случилось ничего, что могло бы указать на, ну, не то, что на полезность, но хотя бы на относительную безвредность независимости для Украины. Но надо сказать, что разделение большого государства невыгодно для всех его частей, причем чем меньше часть, тем большие убытки она терпит, а разделение единого народа вообще возможно только путем жесточайшего психологического изнасилования отделяемой части со всеми катастрофическими последствиями для психики, которые мы сейчас наблюдаем. Так вот, я полагал до недавнего времени, что если я приму какое-либо гражданство, кроме украинского, то утрачу моральное право призывать украинцев к воссоединению. Но сейчас я действительно всерьез задумался о том, чтобы просить российское гражданство... Вам постоянно задают серьезные вопросы. Я знаю, что многие стесняются задать такой. На вашей лекции вчера об этом шел разговор. Сколько у Анатолия Вассермана ручек и всяческих принадлежностей в вашем пиджаке? Ну, ручек, наверное, десятка, полтора, два. Дело в том, что привычка носить целую батарею разноцветных ручек у меня выработалась, когда я был системным программистом. При этой работе приходится очень много разбираться в текстах программ, восстановленных из двоичного кода. Там очень запутанная внутренняя структура, и приходится по ходу чтения размечать разными цветами разные логические ветки. Работу поменял, привычка осталась. Вообще же, лет пять назад, когда я был шеф-редактором журнала «Идеи» сейчас, к сожалению, уже закрытого, просто из-за нехватки рекламных доходов. Там в одном из номеров опубликовали фоторепортаж из моих карманов. Там было всего зафиксировано более сотни разных предметов. То есть счет шел на сотни, да? Да. Ну, в моем жилете 26 карманов, в брюках 10, в куртке тоже 10. И этому есть строгий учет, я так понимаю. Да, все аккуратно разложено, как говорится, по полочкам. Я думаю, на этом и закончим с вами разговор. Очень было интересно, самое главное, познавательно. Для меня, во всяком случае, точно. Это был Анатолий Вассерман. Всего вам доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!